Привет! Как дела? Так как мои подписчики недавно спрашивали, сколько же стоит поездка в Лондон, я решила рассказать вам сегодня, с какими основными затратами вам придется столкнуться, организовывая поездку в Великобританию. Конечно же, цена зависит от уровня жизни и качества сервисов, к которым вы привыкли. Но если быть экономными и сильно не тратиться на сервисы, можно достаточно бюджетно слетать в Лондон на 3-5 дней. Первым делом, на что вам придется потратиться, это виза в Великобританию. Она абсолютно отличается от шенкенской визы, поэтому вам ее придется делать заново. Виза называется визитор, то есть вы едете навестить Великобританию, получается, ну или кого-то из друзей. Если у вас там есть друзья, родственники или знакомые, вы можете остановиться у них, тогда ваша поездка будет стоить намного дешевле. Но сегодня не об этом. Итак, виза в Великобританию стоит 137 долларов на сегодняшний день. То есть в марте 2021 года она немножечко подорожала. В прошлом году она стоила 128 долларов. О том, как подать документы на визу в Великобританию, я уже рассказывала в прошлом году. Смотрите в этом ролике. Если вы не будете переплачивать за сервис, если вы дружите с английским языком и можете спокойно заполнить анкету сами, то 137 долларов – это базовая цена, за которую вам придется заплатить. На этом уже никак не сэкономить. Вторым немаловажным фактором является цена на билет. До Великобритании, как вы все знаете, можно добраться только на самолете, поэтому я посмотрела, сколько нынче стоит полет из Санкт-Петербурга. Нашла самый дешевый билет – это 50 евро, то есть где-то 4,5 тысячи рублей туда и обратно. Но тут надо учесть, что ближе к лету билеты дорожают в разы, в 2 или в 3 раза, а также в зависимости от стоимости билетов различных компаний. Сейчас нам повезло, из Москвы и Петербурга летают бюджетные авиалинии, лоукостеры, визеер. Они стоят очень дешево. Когда я жила в Англии, я летала Бритишем, Бритиш Эрвейс. Об этой авиакомпании я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Цена варьировалась где-то в районе 15 тысяч рублей туда и обратно. Это было или 18, или 12, в зависимости от того, в какой период времени ты летишь. На зиму это было дешевле, ну а летом цены, естественно, растут. Но сейчас не знаю, как сейчас, пока никто никуда не путешествует в пандемию. Из Великобритании в Великобританию сейчас пускать пока не будут, пока у них локдаун. Только по уважительной причине можно вылететь из Великобритании, вернуться обратно. На каникулы никого не выпускают. Если кто-то попытается выехать не по уважительной причине, им грозит штраф в 5 тысяч фунтов. Это 500 тысяч рублей. Ну а в хорошие времена я тратила на билет где-то в районе 10 тысяч рублей. Но этот билет очень дешевый только потому, что вы можете путешествовать только с, так скажем, дамской сумочкой. Это небольшой рюкзачок, который вы можете уместить под сидение предыдущего пассажира. Если вы берете ручную кладь, сразу цена увеличивается в 2 раза, а то и в 3 раза. Ну а если вы берете багаж, это добавляйте еще там 20-30 евро сверху. Если вы путешествуете в Великобританию налегке, то билет за 4,5 тысячи рублей туда и обратно. Вот вам, пожалуйста, цена. Это из Санкт-Петербурга, из Москвы, немножечко дороже. Я посмотрела, на данный момент билет туда и обратно стоит 120 евро с одной дамской сумочкой. Я сегодня рассказываю про самый бюджетный вариант, как можно улететь и погулять по Лондону на 2-3 дня. Следующий этап это отель, где вы будете жить. Естественно, для меня это вообще не проблема, я всегда езжу и живу там у друзей, у знакомых. Но если вы едете впервые, ну я бы сказала впервые, лучше съездить по туристической какой-то поездке, где все организовано и где вам расскажут и покажут, где что находится. Если вы не ориентируетесь в Лондоне, ехать в первый раз своим ходом будет очень сложно. Вы практически ничего не увидите. Пока вы найдете нужное место, уже день пройдет. Ну а если вы уже знаете Лондон, то в принципе да, можно капитально сэкономить как на еде, как на путешествиях по различным музеям и достопримечательностям, так и на транспорте можно ходить пешком и на проживании. Естественно, чем ближе к центру вы снимаете, тем меньше вы тратите на транспорт и времени на то, чтобы добраться до какой-либо достопримечательности. Я посмотрела на сайте Booking.com, где я всегда снимаю отели. Кстати, по поводу этого сайта я вам скину ссылочку. Если вы пройдете по этой ссылке в качестве моей рекомендации, то вам и мне дадут по 10 фунтов бонусом, так как вы пришли по моей рекомендации. Вам будет подарок и мне будет подарок, что мне будет очень приятно. Ну, если не хотите, не проходите по этой ссылке, а просто сами заходите на Booking.com или где вы привыкли бронировать отели, и там уже смотрите порядок цен на отели или хостелы. Естественно, самый дешевый вариант это хостел. Я посмотрела, даже в центре Лондона можно найти хостел за 10 фунтов. Что такое хостел? Это несколько кроватей в одной комнате, вы просто туда приходите на ночь, спите и идете гулять дальше. Там есть душ, там есть кухня или какой-то завтрак включен. Все это можно проверить на сайте, где вы находите этот отель, связаться с отелем, уточнить месторасположение, цену и с кем вас поселят. Это бывают мужские, бывают женские, бывают смешанные, dormitory это называется, то есть несколько коек в одной комнате. В принципе, я жила так в хостеле в Амстердаме, когда ездила. Кстати, про поездку в Амстердам я тоже буду скоро рассказывать. В принципе, неплохо, если едешь на пару дней, по-моему, я на 5 дней ездила, приходишь только и ночуешь. Бывает какой-то сейф, можно туда поставить вещи, закрыть на ключ и дальше идти гулять. Но если вы едете с семьей, то лучше снять комнату в отеле на двоих, на троих, на четверых, на сколько вас там едет. Наверняка это получится дешевле. Ну и самое главное, ближе к центру. Постарайтесь найти самый дешевый отель ближе к центру. Вам он не нужен, вам не нужны все эти сервисы, вам не нужны эти апартаменты. Вы будете гулять по городу и приходить только отлеживаться буквально, потому что в день вы пройдете очень много. У вас, естественно, будет насыщенная программа и вам захочется отдохнуть. Поэтому какие там стены, какие апартаменты, вам будет абсолютно неважно. Вы просто бухнетесь в койку и уснете до утра. Еще одним немаловажным фактором является транспорт. Транспорт в Лондоне очень дорогой. Одна поездка на автобусе стоит фунт 50, а на метро 2,40, по-моему, самое дешевое. Это вот если пересекать центр. То есть первая зона, это считается самая дорогая поездка. Я говорю в фунтах или в евро. Умножайте сейчас сами. Сейчас фунт стоит 104 рубля. Но я в среднем считаю фунт в районе 100 рублей, чтобы побыстрее умножать. И там немножечко можно добавить, если знаешь, какой на сегодняшний день курс фунта. Поэтому если вы снимете отель в третьей зоне и будете ездить каждый день в первую зону, это вам обойдется еще в 3,50, в 3,60, иногда и в 5 фунтов в одну сторону. Это очень дорого. То есть лучше, конечно, снимать где-то в центре или рядом с центром, где вы можете или на автобусе добраться до центра, что все-таки 150 рублей за одну поездку, или добираться даже пешком. Я видела некоторые хостелы находятся в центральных районах, где можно пешком за полчаса, за 40 минут дойти до Трафальгарской площади, до Букингемского дворца. Это что касается транспорта. То есть транспорт в Лондоне очень дорогой, поэтому учтите, когда будете снимать отель, лучше его снимать ближе к центру, но постараться найти самый дешевый, потому что отель сам по себе вам не нужен. Ну а если вы любите сервисы, вы приехали в Лондон просто пожить в отеле, вы можете продать свою машину и поселиться в какой-нибудь 4-5 звездочный отель. Разброс цен очень большой, поэтому я даже не могу представить, сколько обойдется вам одна ночь в отеле с видом на Биг Бен. Еще одним важным фактором в поездке считается еда. Если вы привыкли питаться в ресторанах, обычный обед в Лондоне обойдется вам в 10-20 фунтов за одну порцию. Но если вы можете сэкономить и прожить несколько дней на бутербродах, на каких-то сэндвичах, которые продаются в продуктовых магазинах, вам только нужно найти такой магазин. И там как-то запастись продукцией к чаю, или может быть какие-то супчики, бомж-пакеты. В общем, думайте сами, смотрите сами. Я бы заложила на еду, если бы я питалась из магазина на 2-3 дня, фунтов 50, то есть тысяч 5. В то время как одна порция в ресторане вам может обойтись в половину этой стоимости. Ну, а достопримечательности, если вы едете в первый раз, вы можете просто погулять по городу, найти и Таверский мост, и Биг Бен, и Лондонское колесообозрение, и Букингемский дворец. Всё, что в первый свой приезд в Лондон нужно посетить, вы обязательно найдёте в любом путеводителе, и можете посмотреть это с виду бесплатно. Но если вы хотите посетить что-либо из этих тестопримечательностей, прокатиться на Лондонском колесообозрение, или зайти в картинную галерею Букингемского дворца, это вам обойдётся очень дорого. Однако музеи в Лондоне все бесплатные, поэтому если вы приехали впервые в Лондон, вы можете посетить бесплатные музеи, посмотреть со стороны на все эти достопримечательности, даже увидеть смену караула около Букингемского дворца. Ну, о том, как посетить бесплатные достопримечательности, куда сходить в первый свой приезд, я расскажу вам в следующих роликах. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Итак, вот она сумма, за которую вы можете съездить в Лондон на 3 дня. Это по минимуму то, что я насчитала, рассказывая вам о самых основных затратах. Прибавьте к этой сумме ещё где-то 100 фунтов, то есть 10 тысяч рублей на различные сувениры, на автобус, который довезёт вас из аэропорта в Лондон. Это тоже отдельная статья расходов, потому что когда вы летите, допустим, в Визэр, вы прилетаете под Лондон, то есть в пригород Лондона, в аэропорт Лютон. Оттуда надо добраться. И стоит это где-то 10-12 фунтов, если вы используете National Express. Если вы берёте такси, это будет в разы дороже. В общем, обо всех шагах, которые вам придётся пройти самостоятельно, я буду рассказывать в следующих роликах. А также ждите топ-10 мест, которые вам надо посетить в первую свою поездку в Лондон. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok